...встать всех. Если вы уже ощутили полностью реальный, так сказать, вот это... Мы просто хотим. Да, хорошо. Высвежание. Значит, смотрите, я сейчас просто объясняю. Значит, вот такое детское состояние, помните, когда вы... Не знаю, ну там, или что, поднять плечи иными словами. Поднять плечи так, чтобы вы почувствовали, что как будто у вас появился какой-то воротничок, поддерживающий вашу голову. Вот смотрите, мы подняли плечи. Опустили. Так? Простейшая, известная... Да, кушать, может, дыхательный ворлок. И так 85 раз. Нет, боже, сохрани. Эти упражнения, они рассчитаны, я же говорю, они потом все объяснят. Давайте сейчас попробуйте, почувствуйте просто на себе. Смысл в том, что есть такое спортивное упражнение, там, у молодых спортсменов, особенно очень развитые. Не только у молодых, некоторые люди пользуются этим по сей день. Вот там встали, чтобы размять там шею, начинают делать круговые там вращательные движения. Либо, как советуют на самом деле, там хиропракторы, хирурги, врачи и так далее. Нельзя делать такие круговые движения резко. Это нужно делать очень аккуратно, потому что можно сместить шейные позвонки, зацепить. А есть такое упражнение, что делается, вот опускается подбородок, да, к грудным там, косточкам нашим. Насколько мы можем это себе не обязательно. Тянуть со всей силы не надо. Потом делаем назад немножко. Немного в сторону. Как будто центральная линия наша, вот мы знаем, да, наша центральная линия. И вот не просто вот там, плечи не поднимая, да. Вот мы как будто немножко наклоняем голову. Как будто мы хотим положить. И вот так, да. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Это мы сделали без поднятия плечей. Теперь смотрите, мы то же самое упражнение делаем, если мы подняли плечи. Вот мы подняли плечи и делаем. Да, но голова не уходит далеко. Нам воротничок мешает, да, какой-то появился, да. Теперь вниз. Тоже что-то немножко как бы сдерживает, да. Теперь в сторону. Вот как будто мы положили в сторону. И еще в сторону. Мы голову ведем в сторону или как бы подбородок? Нет, ну нет, не подбородком. Нет, именно вот смотрите. Есть центральная линия у человека, да. Ну как бы представляемую. И вот мы делаем все эти упражнения через эту центральную линию. Вот. Теперь смотрите. Когда мы подняли вверх плечи, то мы можем совершенно безопасно, не боясь свернуть себе шею, абсолютно не делать спокойно. Круговые движения. Смотрите. Разминать. Нет, плечи только хорошо поднять. Да, Леонид, да, вот так, чтобы максимально, ну не со всей силы, максимально просто поднять плечи. Так? Вот мы подняли. И теперь смотрите, еще одна секундочку, остановитесь. Есть такое упражнение, вот это, когда мы подняли плечи, и вдруг появляется вот такой воротничок, да, ну ощущение этого. Вот мы плечами как будто поддерживаем голову свою. И вдруг мы начинаем делать вот такие движения вот так плечами. Мы массируем вот эту часть как бы головы. А еще если под музыку? Ну, давайте пока без музыки. Я скажу потом, как это делать. Это можно по счету. Нет. Нет? Нет. Упражнение надо вот поднять плечи. Теперь мы просто поднимаем попеременно. Я вот к одной, голову, да, вот к одной, и пошел к другой. К одной, к другой. К одной, к другой. Ну еще бы. Чувствуете, что что-то происходит, да? Стоп. И еще одно упражнение. На самом деле, сейчас мы говорили много, и сейчас вроде мы много сделали упражнений. На самом деле мы сделали всего три. Вот четвертое упражнение. Обычное, банальное, это все, что мы делаем, простое совершенно, правильно? Я же объяснял, что мы только делаем простые, безопасные, повторяю, потому что это очень важный момент. Плечи, вращение плечами назад. Посмотрите, можно просто, секунду, вот сейчас вы повращали. Сейчас вы просто как бы повращали ими. Можно это сделать очень глубоко. До аж треска вот здесь, вот смотрите. Вы слышите? Вот теперь вы сами. Максимально глубоко можно сделать это. Почувствуете? Да, там как соли по хрустке в рот прям отливает. Назад. Назад. И хватит. Стоп. Чувствуете, какое появилось уже ощущение? Вот буквально 4-5 раз мы сделали. Ну, треска нет, но ощущение... Ну, не надо треска. Это не просто, это я говорю, треск не нужен здесь. Точно так же, такое же упражнение вперед, вперед, вперед. И мы сами постепенно... Вы научитесь, вам не нужен даже инструктор для этого. Вы должны только, когда вы схватите вот это само... Ну, вот как делать это упражнение и это чувство. Вы сами, организм вам подскажет, как глубоко сегодня или завтра это делать. Прислушаться к себе. Неинтересно, да? Почему? Не, я просто... Я слушаю. Я понял. Зависла. Значит, много его делать нельзя. Как и любые упражнения, сразу делать много нельзя. Какие бы они целебные, не были никаких упражнений, много нельзя нагружать организм. Нельзя делать очень быстро все. Это основа. Это только... Сколько движений для начала? 3-5? Ну, я, честно говоря, на самом деле, я вот как бы смотря уже на человека, по его комплекции, по его возрасту, по его, там, может быть, у кого-то есть какие-то проблемы. Я тогда немножко рекомендую количество. Но могу рекомендовать. Это вот есть безопасный вариант. Это всем. Если вы это сделаете, ну, вы же почувствовали, да что, глубоко. Если мы просто вот плечи поднимали. 3-5, да? 3-5 глубоких, да? Вот таких можно больше там чуть-чуть сделать, вот вперед-назад. Но одно из важных, вот то, что мы говорили для женщин, особенно, ну, не только для мужчин, естественно, для всех. Вот для того, чтобы вот это место постепенно уходило, это при поднимании плеч. Смотрите, что мы делаем. Мы теперь соединяем вот это упражнение. Мы вот так вот, смотрите, своими плечами. Мы массируем вот здесь вот свои вот эти вот части, да? Ну, и массажиста уже не нужно. Если мы поднимем... И вот, не, не, одним плечом. И голова просто немножко уходит. Если мы поднимаем это плечо, смотрите. Мы подняли это плечо, мы к нему идем тоже головой. Мы к нему идем. Сюда мы к этому плечу, к левому, к правому. И вот так вот, как будто мы себе вот так... Легко сказать. Это же живота, все, пожалуйста, присаживайтесь. Это у нас упражнение для шейного отдела. Он идет и для шейного отдела, он идет все... Но именно вот это упражнение, вот это и вот это вот разминание ежедневное. Причем это нужно делать каждый день, причем когда угодно. Значит, кто там говорит рано утром, кто... Не надо вообще, я лично не советую ничего. Ну, кто, например, ранний человек, у которого наступает уже там фаза активности, допустим, там, ну, там, восьми часов утра. Если он уже в фазе активности, такой нормальной, он может делать уже эти упражнения. Кто там поздний, значит, позже. Вот так. Это вот и как бы это убирает вот эти все вещи, отложения. Мало того, вы чувствуете, какой идет пролив энергии. Мало того, его даже можно немножко сделать. Плюс еще можно... Я просто покажу. Это, кстати, для сердечников рекомендуется и так далее. Это уже ученые там все это разработали. Вот простой самомассаж такой. Причем не надо там давить, ломать, чего-то там крутить со всей силы. Не требуется никакой физической подготовки. Что мы делаем? Вот здесь вот есть две точки. Вот такие 20 центра, да? Вот я сейчас покажу каждому. Вы поймете, куда вам заходить пальцами надо. Чувствуете вот эти точки? Сейчас, я сейчас покажу. Вот они. Ты знаешь, да? Вот они. Вот сюда. Вот когда поднялся. Даже приятно немножко, когда мы надавливаем сюда. Особенно, когда мужчина надавливает. Ну, да, конечно, когда сам сидишь, может, не так приятно, но тем не менее. Да. Вот когда мы идем пальцами, идем вот сюда, вот в эти точки. Вот они. Вот сюда, вверху. Абсолютно не больно, даже приятное такое ощущение. Вот сюда. Мы все их знаем. Мы знаем эти места абсолютно конкретно. Вот они. Сюда мы идем пальцами. Ну, кто знает, кто не знает, да? То есть, мы что мы делаем? Мы идем по шее. По шее. Вот смотрите, на меня заднем. Вот воротниковая зона, вот это вот наши мышцы, вот эти вот, да? Мы прощупываем их вот так, потом идем, 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 и пальцами упираемся, как конечный путь, вот в эти точки. Сами себя. Так немножко массируем. Не надо силу применять, не надо, ну, не надо, конечно, и гладить совершенно себя, потому что... Но взверствовать нужно. Взверствовать совершенно нужно. Чуть-чуть, вот такое. Это утром, или когда человек устал, или нужно проснуться, или нужно быстро пойти. Вот начиная. Тут тоже, вот эти тоже точки, вот эти крайние точки, вот здесь, они тоже очень приятные, как у тебя на голове. Чувствуете? Они сразу такое приятное ощущение, да? Приятно? Ну, я очень приятно. Вот казалось бы, да? Вот они вот здесь, крайние такие. Да, и потом, когда мы идем от этих точек. То есть, как по трапеции, как по треугольнику, по-твоему, да? Вот эти точечки. Вот кончается мышца нашего здесь, и мы от них вот идем, вот так побежали, оп, и к этим пришли. Сами своими пальцами. Раскрываешь секреты массажиста? Ну, я не массажист. Газу забоялся, Олег. Точечки. Вот эти приятненькие такие, вот сюда. Ну, приятно. Но у каждого массажиста есть секреты. Ну, в любом случае, не противные, да? И вот, ну, те, что я показывал. И вот мы, вот эту воротню. Вот эту, как бы, представьтесь, сзади вот наша шея. Чем-то нарисовать. Французский королевский воротник, короче. Ну, мои пьяницы. Вот наша шея. Вот заканчиваются вот две вот эти точки. И вот у нас вот, как бы, вот здесь вот две точки. Вот здесь вот мы проходим. То есть, мы проходим пальцами, вот так вот сами себе, вот так вот. Можно, если чувствуем, что мышцы наши напряженные, очень здорово. Опустить руку, расслабить одну сторону, пройтись вот так вот, пройтись по одной стороне и дойти сюда и обратно. Там, не важно, в каком порядке, это не важно. То же самое, расслабить. Так, Петя, тут я, ты проживут. Проживут. Да, это самый главный вопрос. Очень глободневное, да. Теперь ближе к делу. Да, это упражнение вообще лежачее. Вообще лежачее, да. Продолжение следует...